Павловский посад, водитель Реносандера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и протаранил полицейский автомобиль. В результате аварии никто не пострадал. Белоруссия. Снег, сильный порыстый ветер и гололед стали плохим подспорьем и не позволили водителям маршрутки довести безопасно пассажиров до места назначения. В Пловском районе, рядом с деревней Ропна, на закруглении автодороги, водитель не справился с управлением и Мерседес вылетел в кювет и перевернулся. В салоне микроавтобуса ехали 9 взрослых и 7 детей. Пострадала 32-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Воронеж. Тяжелый грузовик едет перед машиной, из которой ведется съемка. По всей видимости, в какой-то момент у грузовика отказали тормоза. Ведь как иначе объяснить, что водитель грузовика не снизил скорость перед перекрестком и врезался в легковушку. От удара ее развернуло, после чего она врезалась в дерево, а после столкновения грузовик задел еще и припаркованный ваз. Шкода Фабия получила серьезные повреждения. Информации о пострадавших нет. Страшное ДТП на Южном Урале унесло жизни четырех человек. Митсубиси Ланцер вылетел на встречную полосу и протаранил другую Митсубиси. На кадрах видеорегистратора видно, как иномарку заносит на закруглении дороги. Водитель уже ничего не мог поделать. От удара одну из легковушек отбросил в электропору. В результате аварии машины превратились в груду металлолома. Четыре человека погибли на месте. Еще троих доставили в больницу с многочисленными травмами. Мужчина выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом, который следовал из Усово в Москву. Машину заметила локомотивная бригада. Машинист электрички подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Расстояния до полной остановки состава не хватило. После столкновения стоявший на путях автомобиль выкинуло на обочину. Среди локомотивной бригады пострадавших нет. За помощью не обращались и пассажиры электрички. Шкода получил серьезные повреждения. Находившись за рулем машины, мужчина скрылся, испугавшись ответственности. Но вскоре его нашли. К счастью, в аварии никто не погиб. Но пассажиры автомобиля получили ранения. Контактная сеть не повреждена. Задержек движения не было. А ранее хитом социальных сетей стало видео из Петербурга, где система предупреждения о закрытом переезде немного запуталась. Но водители оказались людьми мудрыми. Удмуртия на запсе видно, как Volkswagen пошел на обгон, но он не успел вернуться в свою полосу и в результате столкнулся с Камазом. После чего виновник вылетел в Квет, а грузовик развернул на дороге. И он едва не столкнулся со встречным автомобилем. Все живы. Трасса Чебоксара-Сыктывкар. Женщина, управлявшая автомобилем Черри, обогнав фуру, вернула свой ряд, после чего потеряла управление и авто вынесла навстречку, где оно столкнулось со встречным автомобилем. Volkswagen. После этого Volkswagen совершил касательное столкновение с Mercedes-Benz с прицепом. По данным портала Common Form, 31-летняя женщина, водитель Черри, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также травму живота. Мужчина, находившийся за рулем Volkswagen, отделался ушибом грудной клетки, а у его пассажирки были диагностированы повреждения головы и ушибы лица. Севастополь. Пьяная автоледи за рулем Ford Fiesta превысила скорость, где установлены знак ограничения скорости, и лежачий полицейский выехал на встречную полосу и протаранива два встречных автомобиля. В результате неудачного маневра автоледи пострадали две иномарки, Mitsubishi Pajero и Renault. Воронеж, судя по кадрам, снятых видеорегистратором, водитель девятки выходит на обгон, но очевидно не справляется с управлением на скользкой дороге, его заносит, он задевает другую машину, а потом вылетает на обочину, где врезается фонарный столб. От удара столб наклоняется на проезжей части и начинает падать на автомобиль второго участника ДТП, который остановился после столкновения с вазом. В какой-то момент кажется, что фонарь сейчас упадет на машину и буквально раздает находящегося в ней человека, однако падение останавливает электрические провода. Водитель, очевидно осознав, какая опасность ему угрожает, трогается и останавливается уже на безопасном расстоянии от нависшего над дорогой столба. Пользователи соцсетей отметили, что автомобилисту очень повезло. Автор одного из комментариев написал, что тот буквально родился в рубашке. 920-й километр федеральной дороги М7, Москва-Уфа, иномарка на большой скорости вылетает на встречную полосу и врезается в грузовик и века. Последствия ДТП, мягко говоря, не для слабонервных. Сила удара была такова, что легковушку разорвал на части, обломки разбросал по проезжей части. На месте от полученных травм скончались три человека. Все они были в салоне иномарки. Выжить сумел только один человек. В тяжелом состоянии его госпитализировали. После столкновения грузовик вылетел с трассы на обочину и частично упал с насыпи в поле. Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли тела погибших. Пенсионерка стала переходить дорогу, прямо передвигавшись на высокой скорости грузовой машиной. Поскользнулась и упала на асфальт. Водитель КамАЗа не успел среагировать. Автомобиль остановился только после того, как переехал женщину всеми колесами. В происшествии виноваты и пешеход, и водитель. Женщина не убедилась в безопасности и пошла на перерез техники. А шофер даже не подумал снизить скорость перед переходом. Удивлению медиков не было предела. Когда они диагностировали у пострадавшей перелом одного ребра и несколько ссадин, при том, что обычно такого рода ДТП заканчиваются летально для пешеходов. Инспекторы потребовали от водителя остановиться, но он проигнорировал требования и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Силуяки начали погоню. Не реагируя на требования силуяков, водитель превышал скорость и пролетал в перекрестке на красный свет. Погоня прекратилась во дворе одного из домов в медицинском переулке. Шофер закрылся изнутри, а инспектор пытался вскрыть иномарку. В этот момент нарушитель дал газу, пытаясь прижать сотрудника ГИБДД к соседней машине. Инспекторы предупредили о применении оружия, но нарушитель, игнорируя его, попытался уехать. И тогда инспекторы сделали два предупредительных выстрела в воздух, после чего открыли огонь по колесам иномарки, прострелив их все. Водитель был в нетрезвом состоянии. В отделе полиции он пояснил, что поехал за новой порцией спиртного. В отношении водителя возбуждено 6 административных дел. Спасибо за просмотр! Если вы впервые на канале, найдите красную кнопочку и нажмите подписаться, ну и поставьте колокольчик. Не забудьте оценить видео и оставить свое мнение в комментариях, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте Дорожные войны 2. Любой из вас сумеет очень помочь нам и себе, если просто распространить этот фильм. Отправьте ссылку на него друзьям и знакомым. Расскажите своим родственникам о том, что увидели.